Доброе утро всем! У кого-то кошки умываются, у меня Чарли умывается. А еще у меня облазают плечи. Плечи, горели плечи. Немного так. Не знаю, как вам показать. В общем, они облазают. Вот думаю, куда идти на пляж, в поля, в горы, куда идти? Куда идти с Чарли гулять, а? Куда идти? Даже не знаю, ничего не придумала. Опять эту бабочку, посмотрите, что она на меня бесит. А? Ты посмотри на нее. Иди отсюда. Вдруг это какая-нибудь капустница. Иди отсюда. В общем, буду думать. И надо, потому что, идти гулять, потому что скоро будет совсем жара и недогуляние. Наверное, может быть, не знаю, на пляж. Народу там много. Может, еще немного. Буду выбирать. В общем, решила, ну как решила, на пляж приехали. Потому что муж куда-то там по делам поехал. Я говорю, завези меня тогда на пляж. И с пляжа я пойду уже домой пешком. Ну, не только на пляж. У нас тут сначала в парк пройдем, потом по пляжу пройдемся, потом уже домой пойду. В общем, есть где развернуться и где пройтись. И буду хлеб печь. И вам покажу, что там у меня получается, не получается. В общем, интересный такой опыт получается, скажем так. Все на пляж. Наверное, здесь народу мало. Так что вперед. Я везде намазалась и плечи кремом намазала, и морду, и все дела вовсе намазала. Надеюсь, что в этот раз я не обгорю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Хлеб осветила. Осветила все крестом. В общем, в чем дело. Вчера замесила полдвенадцатого хлеб. Как написано в рецепте, чтобы он стоял 6... Ну, 4-6 часов. Но было, значит, написано, если поставишь в холодильник, то дольше. Ну, я так посчитала, говорю. Часов 8 он у меня будет стоять, если без холодильника, то я лучше его в холодильник отправлю. Написано было, что он тоже все равно поднимется, но медленно. Встала утром, посмотрела, ни хрена там ничего не поднялось, как бы говорится. Вот. Достала из холодильника, поставила в духовку, нагрела духовку предварительно, ну, там градусов до 40, наверное. Вот. Поставила в духовку и пошла гулять с чистой совестью. И вы знаете, он у меня поднялся в два раза. Представляете? Без дрожжей, без всего. Это вот сейчас пленка была. Задела немного. Сейчас там написано, надо вот пригладить все, либо рукой, вот водой намочить и пригладить все. В общем, значит, что я делаю уже? Я уже разогреваю духовку, как все по инструкции, как все написано, и буду вот его выпекать. Ну, поднялся, это уже хорошо, потому что я когда утром встала и увидела, что там ни хрена ничего не поднялось, думаю, ну, все, трындец. Жалко, обидно. Но я все равно, я в духовку. Вот в духовке он у меня стоял 3 часа. И в два раза поднялся. Я думаю, что в духовке он еще поднимется, да. Ну, сразу видно, что вот он такой поднятый, этот весь замурованный. Ну, сейчас я сниму пленку. Духовка нагревается, это у меня специальные формы для хлеба я покупала. Ну, я всегда, как бы, стараюсь, иногда, не всегда, а иногда стараюсь выпекать сама хлеб. Вот, поэтому купила такие вот формы силиконовые, из нее хорошо вываливается хлеб. Вот. Так что, пока процесс идет нормально, скажу вам. Вот я их пригладила мокрой рукой. Кстати, я вспомню, что бабушка тоже так делала. Она приминала, но у нас формы круглые были. И рисовала крест. Вот, я тоже нарисовала. Не знаю, зачем, но так надо. И прям он такой классный, такой на ощупь. В общем, мне кажется, что все у меня получится. И у меня будет вот два таких вкусных, привкусных хлеба. А, кстати, внутрь я положила вот такую приправу. Ну, это как, вот знаете, я не знаю, селинтру, селантру. Блин, что за приправа? Ну, вот, мне кажется, она в бородинском хлебе такая. Я размолола, там у меня еще осталось. И вот туда добавила. Будет у меня, типа, бородинский хлеб. На обед у меня сегодня тазик салата. Здесь семечки есть, салат, в общем, всего. Тунец, яйцо, огурец, сыр. В общем, все, что у меня в холодильнике было, заправила сюда. Заправила вело отливковым маслом и бальзамическим уксусом. И Оксана, моя тезка, моя подписчица, в комментарии прочитала, что грибы можно делать в кляре. Мне показалась идея очень замечательная. И все я сделала. Сейчас буду пробовать. Потому что мне кажется, что это должно быть очень вкусно. И правда очень вкусно. Так что спасибо за ваши комментарии. Вот я-то сама сроду не додумалась бы. Пошла я лопать. Ну что, друзья, вот такие у меня два хлебушка получились. Шикардосные. Они должны остывать. 4-6 часов. Но запах идет просто нереальный. Такой же, как у моей бабушки были хлеба. Вообще классные. Не очень высокие, но потому что я их специально так это не положила много. В общем, будем потом пробовать. У нас сегодня жарко. Поставила чуть и ванну. Чтобы он там принимал ванны. Сейчас посмотрим. Не посмотрим. Он при мне не купается. Потом по воде посмотрим. Будет купаться или нет. Цветочки мои. Цветет. Вот этот прям цветок. Неожиданно даже цветет. Причем, смотрите, цветочки. Вот, вот, везде цветочки. Да, папу ждешь, да? А папа там шатается с тетями. Он с сестрами пиво пьет. А я сейчас поеду к Таню подстригать. И в русский магазин. Да, у меня все по плану. Пью кофе. Хожу, облизываюсь на хлеб. И смотрю сериал Цыганки. Сейчас уже поеду. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok я приехал кто не везу ей пол хлебушка своего вы знаете мы с ней договорились что я приеду с четырех до пяти она вчера такая спрашивает вот во сколько пришел врачом дорожку краски выстилишь и он говорит да я говорю ну сейчас посмотрим выстелит ли она мне дорожку красную или нет а я говорю если не выстрелишь что я развернусь и поеду обратно красная дорожка иду я иду ржу говорю если не постелит я это тут тут они это свадебный марш а чудес мысли хлеб и соль на хлеб на хлеб я сегодня не спекла на дрожжей которые стояли не дрожжь не дрожжь а закваска но он еще горячий он должен настыть но он настыть должен он уже сушен нет он такой еще он сушен смотри пористый какой а она у нас кулинар это она у нас мне кажется туда соли надо поменьше я добавила вот видите я попробовала тетинечку он еще остыть должен потому что он еще такой мягкий так что вот так сейчас будем работать а чё еще у танки делать танки только работать никакой тут развернута дети в смысле я еду тебя подстригать до тех с ними даже и даже в этот раз привет я даже не поехала с пеппи пиво пить говорю потому а я сейчас ему отсылаю он еще там мы сейчас мороженое им понятно говорю хорошо что я не поехал то были а я думала я сейчас буду это думаешь и сейчас ванны 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 джакузи джакузи какая разница сейчас включим бульбухи пойдут да у нее это чё тебя радио или чё это тебя русская в общем давай все мы работать приехали а не ляс точить кстати мне вот кто учит по орхидеям смотрите у нее переста к ленте но сэпула коммерт смотрите аж три штуки во какие так что она меня это осведомляет а по орхидеям вот смотрите какая красота тут у нее она больная по орхидеям так что но я говорю что ты на голову больная и ни капельки не вру слушай дай вот этот один потому что что-то я не вижу что продавали фиалки а я хочу фиалку после карантина видимо они все сдохли везде цветы а вот он маленький слушай вот давай что у тани лимон хочу своровать она мне ищет какие-то лимон да вот они лисят но есть что-то не не нравится у меня есть из рыбы и обычные какие только хочешь не знает чем меня это не нравится у меня как в париже или где там все есть а вот смотри какие красивые а это что такое коцел а у меня видел какая-то завидовала слушай а мне какая-то другая кала потому что она у меня какая-то одногодняя знаешь она вот отцветет и все и потом все смысле они по идее калка не белую не знаю не ну это дня два то она стоит у меня два у меня уже неделю стоит может неделю кать покажи как ты давай покажи нам как ты занимаешься где-нибудь сейчас нам кати покажет как она занимается у меня даже батарейка садится ну-ка катя у нас местная знаменитость ну-ка давай вот как она она у нас занимается гимнастикой молодец ты раньше с обручем не занималась да что-то другое ты делала нет или всегда с обручем с мячиком нет или что-то другое делала всегда с обручем с мячиком не занималась или просто без всего нет нет вот какая она молодец артистка артистка вот как она у нас видали как вот малыш танька своих детей малышами у нее такой малыш он уже скоро больше нее будет она мне врачу на мой малыш не покажешь на у танки новый велосипед не у танки а у мужа в общем прикол в чем муж у него не умеет на велосипеде кататься она ему купила 3 колеса чтобы он занимался спортом крутой слушай ну крутяк ну ты чего там делаешь она все там развалит слушай ну-ка я сяду до тормоза еще я не прикрутила глянь глянь есть умеет может узнать что человека права сколько лет 10 лет понравилось менять надо будет все сейчас сзади садимся едем мне тоже мне это не для меня как отключать ты дальше поехал ну езжай дальше правильно не задеваем моего елисеюшку у меня следующая локация блин маску забыла постоянно пронес забывал в общем смотрите в альмуне горе сейчас пойду быстренько заберу свои продукты вообще должна была мне уже их приготовить не знаю знаете народу не так уж и много конечно я убегу-бегу маску опять блять забыла прости меня господи матом ругаюсь но это литературное слово так что не обращайте внимание постоянно и сбывай не привыкли зато потом как привыкнем и не будем маски надевать даже другие места на мордник взяла третий раз бог любит троицу все надеюсь в этот раз все получится лечу на скорости света купила два пломбира в стаканчике вот лечу-лечу вся замерзла нафиг потому что включила кондер на наверное минус 18 чтобы он меня не растаял сейчас быстро положу этот пломбир как то что-то сгорело в морозилку а иначе ему как всех сгорело причем хорошенечко так сгорело приехала домой меня тут ждал сюрприз муж посуду помыл думал ого-го как здорово в общем русском я купила зефир со вкусом шоколадного фунзю девчонки отзываются что вкусно морскую капусту очень люблю морскую капусту семечки вот капуста стоит 4 евро 250 грамм зефир стоит 2 95 семечки стоят 3 95 и палочки сладкий кукурузный вкус детства вы знаете в испании есть кукурузные палочки но они со вкусом там сыра в общем со вкусом всего на свете но почему-то они не додумались сделать сладкие палочки кукурузные не понимаю почему но что ли у них не хватает очень вкусный наверное и кристина говорит смотри называется уже не помню на чем остановилась потому что сел телефон я сейчас слопаю огурец на ночь на ночь на ужин таня поделилась своим огурцом экологически ну прям только сорванным при мне такой вот у нас понедельник как всегда поход по магазинам еще что-нибудь в общем оставайтесь на связи и встретимся с вами завтра все самое лучше всем пока пока